Уже 12 лет Институт управления экономики и финансов Казанского Федерального университета проводит симпозиум, который позволяет студентам бакалавриата, магистратуры, аспирантам, соискателям или молодым ученым без ученой степени и учащимся образовательных учреждений среднего профессионального образования расширить свои познания и окунуться в бизнес головой благодаря кейсам, которые партнеры и организаторы подготовили для них. ИСМИ в 2023 – это крупнейший форум с обширной программой из выступлений от ведущих спикеров из мира экономики и бизнеса, мастер-классов и лектория, куда специально пригласили управленцев популярных компаний. На торжественной части мероприятия выступили директор Института управления экономикой и финансов Казанского Федерального университета Наиля Богоудинова и заместитель директора по научной деятельности Ленар Софиулин. Мы же говорим, что научная работа у студентов, что такое научная работа у химика, у физика? Это опыт, это прикладные какие-то вещи у биолога, там белый халат, лаборатория. У нас нет как таковых лабораторий белого халата. Наша научная работа – это изучение массива литературы и какие-то определенные выводы по тому или иному вопросу. И они выливаются в какие-то тезисы, в какие-то статьи, в какое-то свое мнение, оно или остается таким, или оно меняется. Ну, где-то как-то так. После приветственных речей руководства Института в актовом зале началась пленарная часть симпозиума, где были затронуты самые актуальные темы сферы экономики и бизнеса. Так, доцент кафедры инноваций и инвестиций Кирилл Ермолаев рассказал слушателям об особой программной платформе, которая упрощает и делает доступнее научные исследования в целях развития экономических вопросов бизнеса. Следом на сцену вышла доцент кафедры экономики производства Эльвира Гатина с лекцией о нашумевшем разделении поколений и о том, чем отличается отношение к потреблению у людей, родившихся в разные периоды 20-21 столетий. После выступления слушатели могли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы. Нашими участниками являются студенты, магистранты, молодые ученые, которые хотят себя проявить в научной деятельности. И спектр и география нашего молодежного симпозиума очень широка. Сегодня, например, у нас будут спикерами и Санкт-Петербургского госуниверситета, Марийского госуниверситета, Южного федерального университета. И ежегодно мы собираем более 500 участников на наш симпозиум из большого количества городов России. Параллельно с событием в актовом зале в стенах Института управления экономики и финансов развернулся самый настоящий кейс-чемпионат финансов. Студенты прослушали образовательные лекции от партнеров симпозиума, а также поделились своим опытом ведения бизнеса и подготовили для участников ситуации, возникающие в реальных условиях деловых отношений. Через некоторое время члены жюри огласят победителей, которые, в свою очередь, получат возможность стажировки в крупных компаниях. Это станет главным призом. У нас есть партнеры. Всего у нас шесть партнеров. Это компании с разных абсолютно сфер. И в час 00 мы отдаем им кейсы. То есть это реальные проблемы бизнеса. И участники, получается, на протяжении двух часов решают данные кейсы. И на следующий день, завтра, продолжение мероприятия, они защищают уже эти кейсы перед членами жюри, перед нашими экспертами. Сегодня я присутствую здесь как представитель компании партнера данного кейс-чемпионата. Мы сотрудничаем с кейс-чемпионатом финансер уже, насколько я помню, лет 10. Для нас это, прежде всего, скажем так, кузница кадров, потому что здесь присутствуют самые-самые яркие, самые активные, самые энергичные студенты. Отметим, что генеральным партнером 12-го Международного молодежного симпозиума по управлению экономикой и финансов выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Валерия Карташова, Ленаргий Затуллин, Универновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова